В этом году на крещение в Красноярске на всем привычной Базаихе купелей не будет. Более того, это место перекроют и здесь будут дежурить полицейские, чтобы не допустить самовольной вырубки льда. Дело в том, что это место уже не отвечает элементарным требованиям безопасности, говорят специалисты. Из-за перепадов уровня воды подо льдом образуется воздух, и из-за этого он может попросту треснуть. К тому же на Базаихе неудобные спуски, а сама купель была далеко от машин, где люди могли погреться. Взамен этого места купель соорудят на левом берегу Енисея, напротив центрального парка. Причем это будет не просто прорубь, а построенный из дерева бассейн размером 2 на 3 метра с проточной речной водой. Возводить конструкцию уже начали. В непосредственной близости с этой купелью для того, чтобы возможность была переодеться комфортно, будут установлены два модуля. Один модуль для женщин, другой модуль для мужчин. Они будут обеспечены внутри теплом, скамеечками, решала. Будем установить там, ну или предоставим возможность испить горячего чая, чтобы согреться. Также для удобства горожан сделают теплый модуль, где люди будут ждать своей очереди на погружение в воду, пункты обогрева и парковку на 500 мест. На месте будут дежурить полицейские, спасатели и бригады скорой помощи. К слову, в краевом центре это будет единственное официальное место для омовения. Воду здесь осветят 18 января в 23.50. Окунуться можно будет с полуночи вплоть до 9 часов вечера 19 января. Пусть оно будет действительно одно, пусть оно будет длиться сутки. Мы готовы дежурить сутки, мы готовы действительно привлечь людей и оказывать помощь людям. Но это будет под контролем, это будет грамотно, это будет безопасно прежде всего. При этом спасатели предупреждают, в ночь на 19 января ожидается 30-ти градусный мороз. Поэтому перед тем, как погружаться в ледяную воду, нужно посоветоваться с докторами. Детям и пожилым людям вовсе не рекомендуют окунаться. Тем более, что сам праздник крещения этому не обязывает, говорят в епархии. Если человек уж имеет такое желание очиститься, то пусть прежде всего, погружаясь, очиститься от своих каких-то внутренних страстей, духовных переживаний, болезней. Побудить себя прийти в храм, исповедоваться, причаститься, соблюдать заповеди Божии. Также специалисты настоятельно просят не использовать воду из любой купели для питья или приготовления пищи. Всего в крае будет 45 мест для погружения в воду и 4 источника для забора воды. Сейчас все водоемы проверяют на безопасность специалисты Роспотребнадзора. В настоящее время отобрано 47 проб воды из водоемов на вирусологические и микробиологические показатели. И две пробы из источника питьевого водоснабжения. Это в поселке Новоалексеевка Манского района и в поселке Миндерла Сухобуземского района. Пробы воды исследуют уже в ближайшее время. Список всех официально разрешенных купелей будет появляться на сайте Роспотребнадзора в режиме реального времени. Александр Ловиский, Всеволод Никитин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова